Супер еда для печени! Наконец-то мы и до печени добрались! Будем сегодня раскрывать три секретные коробочки, три супер продукта для печени. Вносите-ка нам наши секретики! Итак, один, два, три! Печень – орган, который каждую секунду производит миллион химических реакций, защищая нас из последних сил. И не только защищая нас из последних сил, и там же еще и синтезируются всевозможные вещества, белки, иммуноглобулины. В печени происходит детоксикация тех веществ, которыми мы, несмотря на все протесты нашего организма, себя пичкаем. И, безусловно, нашей печени надо помогать. В печени могут откладываться жир, если мы неправильно питаемся. Если мы голодаем, то в печени наступает жировой гепатоз. Поэтому это орган, который нуждается, в общем-то, в очень и очень заботливом к себе отношении. Какие продукты нам помогут это сделать, мы сегодня узнаем. Кто наш первый гость? Как вас зовут, Людмила? Людочка, вы кто по профессии? Инженер. Откуда вы? Из Москвы. Из Москвы? Да. Что в нашей первой секретной коробочке? Ну, я думаю, продукт, содержащий железом. Потому что для печени... Например? Например, называйте название. Может быть, яблоко? Андрей Петрович, налейте даме стакан воды, потому что у нее совершенно сухо во рту. Яблоко. Открывайте. Что это? Хурма. Что это за таинственный фрукт? Хурма. Ну, во-первых, хочу добавить к всегдашним нашим заверениям, что яблоки железо не содержит. Вот. И продуктом, который мы показываем, во-первых, для печени, является хурма. Хотя это не фрукт, надо понимать, это ягода. Хотя греки называли его фруктом богов. Хурма содержит растительную клетчатку, но нас хурма в данной ситуации интересует больше с точки зрения наличия в ней большого количества сахара как раз. Потому что сахар есть продукт, который печень запасает в виде гликогена. То есть энергетического материала, который потом расходуется на функционирование как всего организма, так и самих клеток печени. Две полезные вещи. Грубые волокна и возможность запасти растительную сладость в виде гликогена. Грубые волокна для печени тоже хороши, потому что мы не даём всосаться 10-15% жиров, 10-15% токсических веществ, 10-15% холестерина. Грубое волокно просто выводит его, не заваливая эту фабрику под названием печень, вот этим хламом, который печень потом должна рассасывать. Пойдёмте опыта ставить. Итак, у нас тут загадочные надписи. алкоголь, яд, алкоголь и, наконец, хурма. О-о-о! О, да! Сюда выливаем. Алкоголь, попадая в печень, как яд сам по себе, алкоголь начинает токсически влиять на печень. Первые продукты распада, трансформация алкоголя, ацеталидегиды так называемые, на самом деле ещё более токсичны, чем сам алкоголь. Но у нас есть средства. У нас есть возможность не дать части этих продуктов всосать. Вот видите, мы можем добиваться обесцвечивания этого раствора. Конечно, не следует думать, что вы съели хурму, протрезвели, прозрели, и жизнь ваша потекла по-другому. Конечно, этого не будет. Но то, что этот продукт, который токсические вещества в определённом проценте, до 15% выведет из организма и вообще не отправит их в печень, вот это точно. И это огромный плюс. Поэтому кое-что осталось, фиолетовое, но польза есть явно. Но ещё раз уточним, что мы вовсе не одобряем умелое пьянство. Вообще никакое. Никакое пьянство не одобряем. Мы лишь показываем вам, как страдает ваша печень, если в неё попадают такие высоко токсичные соединения. Итак, первый продукт для печени – хурма. Благодаря огромному количеству клетчатки, которая там содержится, и растителям, сахарам, которые печень может запасать для организма в виде гликогена. Водички попили? Да, спасибо большое. Всё в порядке? Да. Тогда зовём в следующего гостя ещё одна секретная коробочка. Как вас зовут? Оля. Олечка, вы откуда и кто вы по профессии? Я художник из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода? Да. Художник. Работает с токсичными красками, печень свою мучает. Толечка, какой же второй секретный, прекрасный, суперпродукт для печени мы сюда положили? Может быть, яблоко? Опять яблоко. У нас навязчивое яблоко. Ну, открывайте. Что это такое? Можете попробовать, вдруг узнаете. Может, не изюм? Вряд ли. Нет, не изюм. Ну, вот скажите, экзотический вообще это был продукт для России или нет? Нет. Не экзотический? Нет. Думаете, встречается? Ну, что это? Что это такое? Что? Ягоды. Нет, это не ягоды. А что ж? Ягода, конечно, только какая? А, может, калина, малина. Нет, калина. Кто знает? Барбарис? Не барбарис. Барбарис очень кислый. Этот абсолютно сладко-пресный. Это ягоды Годжи так называемые. Ничего себе. Я думала, он скажет что-нибудь простое. Это ягоды Годжи. Я говорю дальше. В России, на самом деле, этот кустарник в России тоже есть. Его носит название, внимание, дириза обыкновенная. Это коза дириза? Дириза обыкновенная. Или варварская. Барбарис. Это барбарис? Нет, нет, это второе название этого, да. Слово барбарис это ягоды, а во всем остальном мире они называются ягоды Годжи. То есть это не экзотика. В России эти ягоды есть тоже. Это не экзотика, и фламоноиды, которые содержатся в этих ягодах, выводят лишний жир из нашего организма. Тем самым, они, во-первых, помогают печени этот жир не накапливать, а уж если жировой гепатоз наступает, то они помогают извлекать жир из гепатоцитов, из клеток печени. Вот прежде чем мы пойдем опыт ставить, я всем хочу сказать одну простую вещь. Печень жир считает ядом и прилагает максимум усилий, чтобы его растворить, разложить и так далее. Поэтому если вы жир едите и имеете лишний вес, значит вы свою печень мучите. Вот эта ягодка Годжи, она же дереза, она же практически барбарис, она с этим борется. Она не дает лишнему жиру попасть в печень. Пойдемте ставить опыт, а я пока напомню нашим зрителям, все, чего вы не успели услышать или записать в нашей программе, вы найдете в газете, которая называется «Телепрограмма». У нас сосуд, огромный артериальный сосуд, хороший, красивый, но, увы, в нем содержится уже избыточное количество холестерина. Видите, вот эти жировые, такие мощные включения, они внутри сосуда. Для того, чтобы они не оказались внутри клеток, или не оформились в атеросклеротическую бляшку, или не запаслись печенью, не запаслись, а печень пытается убрать этот жир из нашего организма, и он откладывается в клетках печени, тем самым убивая ее, так вот ягоды Годжи или дерезы обыкновенной способствуют выносу этого жира из кровеносного русла. В результате вот эти тонны жира не попадают в печень, и печень наша не страдает от бесконечного разрушения жира. Мы живем здоровыми, красивыми и прекрасными. Бросайте жир на пол. Осталась третья секретная коробочка. Откроем ее через несколько минут. Далее в нашей программе. Как вынести ссор из избы? Супер-еда для печени? Почему сосуды рвут кишечник? Мезонтериальный тромбоз. Много проку из ничего. Необычное использование пластиковых бутылок. Натуральные продукты для современной жизни. Коралл Клаб Интернешнл. Эта программа «Жить здорово», друзья, мы говорим про еду. Сегодня у нас тема такая. Три супер-продукта для печени. Первая хурма за грубые волокна, которые тут есть, и растительные сахара. Грубые волокна не дают всасываться 10-15% холестерина, канцерогенов и токсических веществ. А все они разрушаются в печени. Поэтому хурма – продукт для печени. Второй продукт – это, хотелось сказать, барбарис. Почти барбарис. На самом деле это ягода Годжи, которая по-русски называется дириза. Она выводит лишний жир из организма. У нас осталась третья секретная коробочка, и мы ждем третьего гостя. Как вас зовут? Галина. Галина. Вы кто у нас по профессии? Я вообще-то от рабочего до инженера и обратно к рабочему прошла путь. Сейчас пенсия на пенсии. Ясно. Вот смотрите, у нас две коробочки открыты, осталась третья. Какой третий суперпродукт для печени у нас здесь лежит? Это салат, может быть. Открывайте. Что это? Не знаю. Не знаете? Нет. Ну ладно. Правильно. Откуда в России русскому человеку узнать гречку? Гречка. А что вы ее не узнали-то? Итак, третий продукт – гречка. По что мы гречку-то сюда не гримим? И гречка тоже является очень нужным для нашей печени продуктом. Потому что, опять же, комплекс растительных веществ, так называемых, флавоноидов, содержащихся в гречке, уже выводит жир не из сосудов, из нашего организма, а, собственно, из клеток печени. Не давая им разрушаться от накопления этого треклятого жира. Пойдемте ставить опыт на клетках печени. То есть вот эта клетка печени, вот она наполняется жиром, если жира в нашем организме много. Гепатоцид может не выдержать этого накопления. И он разорвется. Как любая структура, он имеет степень некой прочности. И его стенки могут в буквальном смысле разорваться. Вытек оттуда жир. На этом месте образовался рубец. И что в финале? Рубец, соединительная ткань формируется. Там, где рубец, всегда ткань не специфическая, а то, что мы называем рубцовой тканью, и в итоге формируется фиброз. Или цирроз печени. Поэтому от ожирения и жирной печени, жирового гепатоза печени, до цирроза печени, ровно один шаг. А тут что? Мы показываем, сколько хорошая клетка не наполняется, ничего там плохого не происходит. Не разорвется она, размер ее. Никакого жирового гепатоза. Размер ее будет скромный, но приятный. Но приятный. Во всех отношениях. Не то, что тут. Итак, гречка содержит вещества, выводящие лишний жир уже теперь из печени. Поэтому вот таких три продукта мы назвали. Вы знаете, обычно мы называем вам дозой этих продуктов. Но сегодня у нас такой сюрприз. Давайте вернемся на нашу кухню. Мы принесли такой пищевой продукт, который называется «Фан Детокс». И сделан он компанией «Корал Клаб». И создан он из экстрактов вот этого всего. Плюс дополнительный экстракт. Да, есть экстракт плодов хурмы. Мы о нем сказали. Экстракт ягод Годжи. Здесь, конечно же, есть гречка. И есть еще добавки, которые усиливают это действие. Это просто разводится в воде. И вы это пьете. То есть это еда. Это готовая еда. В таком вот виде. В таком вот виде. Под названием «Фан Детокс». Как холодный чай. Вот так, друзья.